Девушки отдыхают 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 эксперимент а ну для меня нет это очень серьезно и я всегда хотела быть актрисой может быть не осознанно в детстве то есть я не помню сколько мне было лет но мы поставили первую сказку во дворе так у меня было счастливое детство потому что сейчас очень не счастливая считаю когда сплошные компьютеры у нас было счастливое мы играли мы все время играли нас не могли загнать домой и а вы как соседи приглашали до занавеску на тебя занавеску натянули и нет не соседи кто был во дворе был во дворе и поставили свинопаса я была свинопасом потому что у меня были короткие волосы мне очень хотелось принцессу играть но чтобы отомстить всем за свинопаса нет 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 я не решала это вот такой момент я все время хотела что-то делать я запил во все кружки записывалась раньше их слава богу было много стихотворение драма кружок кружок по фото да еще и петь охота да это вот про это счастливое детство но вот интересно поступает девочка ирочка поступает москву поступает в институт все вроде правильно но давайте вспомним трагедию которая чуть не случилась в конце первого курса когда вас чуть не отчислили было такое было и за что за то что это юная особа за сковорила какая скромность я позвольте процитирую нашим зрителям сюжеты вашей жизни она говорила я не буду играть про любовь потому что я еще не влюблялась и я это сказать не знаю как это играть было такое я не заявляла я просто сидела игры не буду вот педагогом потому что я не знаю что это такое мне не хочется играть то что я не понимаю но смотрите вы же пришли вы понимали что прежде чем вас допустят на сцену делиться своими откровениями со зрителями это профессия и как мне кажется я конечно со стороны смотрю но актер должен быть готов особенно студент особенно первых курсов изобразить и петуха и колченоги стул нет это другой петуха и колченоги стул а чем я не вот это я не любила любовь играть не буду отличать совсем другое это все друг у меня к этому вообще другой подход вот к обучению я считаю что нас немножко неправильно учили потому что мы еще никто мы еще ничто у нас там какие-то только вот проблески а нас уже ломают нам уже на сопротивление что-то дают я этого не понимаю может быть какой-то индивидуальности это и надо моей это не надо я чувствовала что мне надо вот как-то вот самой вот во что-то превратиться кем-то чем-то стать и только тогда я имею право вот это сыграть вот это вот как-то попробовать что мне и сейчас профессии интересно я когда иду в театр в кино но в театр особенно потому что ты чувствуешь человека мне интересно найти актера личность на а часто находите подождите редко чтобы вот этот мне интересно когда вот этот человек вот в этих обстоятельствах но этот человек вот он поступил так поступил так поступил так но этот человек но я хотела уточнить вот чуть-чуть может быть вернуться до того как вы поступили а правда что несмотря на то что вы мечтали быть актрисой очень сестра способствовал тому что вы подъехали в москву потому что я еще читала факт что сестра вас отправила на какой-то конкурс красоты какой в те годы мог быть конкурс красоты это был академгородок это все было Академгородок. В то время, когда я туда попала, это была свобода. Вам сейчас это не понять, потому что вы сейчас свободны все. Тогда попасть в свободный мир, это почти невозможно. И вот Академгородок, он был свободен. То есть был Академик Лаврентьев, который был главным в этом Академгородке. И все, что они хотели, они делали. Они приглашали со всего света. Вот появлялся какой-то коллектив, какой-то музыкант, какой-то певец. Где угодно они приглашали его к себе. Хотя он был везде у нас запрещен в Союзе. И вот когда меня выбрали конкурс, это было 8 марта, и был съезд бардов в Академгородке. Все, кто когда-либо держал гитару, они приехали в Академгородок. И они пели весь вечер, всю ночь, под утро. И потом вот решили выбрать мисс Академгородок. И меня мой партнер-академик, он меня вытащил на подиум. Я просто там стояла, считала себя, естественно, никем. И меня выбрали. Но потом узнали, что я из Новосибирска, они из Академгородка тут же с меня титул сняли. И тогда журналисты сказали, тогда она будет мисс прессой. И дали мне свое. Из Москвы они мне дали ири нашей лире. Такое, в общем, свое. Сказали, вы наша мисс. И вот этот совершенно сумасшедший мир на меня, на, в общем, провинциальную девочку. Я, конечно, только молчала и впитывала, но, наверное, впитала что-то все-таки. Это было очень интересно. Тогда вот только мини входило в моду, они уже все в мини входили. То есть я даже не знала, что это такое. Это было почти невозможно, когда там ходили красивые женщины, и стрижек не было. А там они все со стрижками в мини. Это что-то было. А вот это вот что-то в вас осталось. Если они говорили, например, объявлялся день английского языка. Умеешь ты, не умеешь, ходишь со словарем, с книжкой, но ты должен говорить только на английском. Вот Лаврентьев ввел такое. Все фильмы шли на английском. Ну, атмосфера необыкновенная. Необыкновенная. Что в вас осталось от свободы этого Академгородка? От вот этого особого совершенно детства? Во мне все осталось. Я очень люблю всех этих людей. Я понимаю, что они повлияли на мое какое-то развитие, чему я очень благодарна. Хотя и в Новосибирске тоже можно было научиться многому. У меня был мальчик, который был в меня влюблен в седьмом классе. И раньше, сейчас я не знаю, но раньше было потрясающе. Почему я люблю 8 марта и считаю это женским днем замечательным. И 23 февраля я очень люблю. Потому что это было потрясающе. Ты ощущал себя женщиной. Потому что мальчики закрывали эти классы. Запах мимозы. И раскладывали подарки. И вот все мы ждали, кому что подарят. И какой мальчик. И вот помню, мне мальчик подарил в спичном коробке. Он сделал транзистор. Ух ты. То есть были очень умные, очень интересные. Вообще я считаю, что наши педагоги и вообще наша школа, чтобы просто готова до истерики, не знаю до чего, оспаривать это и считать, что та школа, которая была раньше, она лучше, чем сейчас. И вот это неправильно, что все меняют. Потому что нас, несмотря ни на что, самых последних двоечников вытягивали. Они знали, кто такой Толстой. Они читали хотя бы одну книгу Достоевского, хотя бы одну книгу Чехова. И уже не могли быть какими-то неинтересными людьми. Поэтому образование было. И мы успевали. И мы все время играли во дворе. А сейчас никто не считает. Времени говорят вообще нет. Я не понимаю, почему. Я не считаю, что люди стали умнее. А мне интересно, вы когда приехали, вы же в Москве оказались одна. Да? Большой город. Какой-то сложный институт. Говорят, вы чуть ли не с куклами приехали в родное общежитие. С куклой. Приезжает девочка с куклой. Нет, я была очень хорошим человечком. Я сейчас понимаю, была очень милая, застенчивая. Я считала, что я поцелуюсь только, когда вот где-нибудь, когда уже полюблю и буду стоять на свадьбе. Тогда я только поцелуюсь. Я к себе никого не подпускала. Я приехала в таком голубом платье с белым воротничком, с двумя голубыми бантами и с куклой. И ко мне в конце первого курса подошла педагог и сказала, Ирочка, ну вы все-таки как-то снимите хотя бы бантики. Все-таки у нас институт. А то уж совсем какой-то детский сад. А я считала, вы знаете, я не могу сказать, что это такое, я наивная была, очень наивная, но была какая-то определенная мудрость. Мне хотелось, мне не хотелось взрослеть. И я считала, что оставьте меня в покое, вот придет время, я повзросляю. А сейчас я не хочу, мне нравится быть вот, как бы, чего-то не знать как-то вот. Ну, Ир, вы не могли не знать тогда, не могли не знать цену своей внешности. Нет, нет, это какая цена? Да нет, это же определенные люди. Нет, я никогда к этому вообще никак не относилась. Для меня никогда не было главное, вот, и меня всегда очень оскорбляло, когда я приходила на пробы в кино, и режиссер меня воспринимал, вот я сидела, и он мне говорит, ну, потом мне говорили, я когда уходила, мне говорили, ну, понимаете, ведь вот вы же вот, ну, сказал режиссер, ну, что глазки, губки и все, ну, там же ничего нет. И меня это ужасно обижало, безумно обижало, потому что я была очень серьезным человечком, читающим, мудрым, тонким. И как можно было не увидеть хотя бы через глаза, что я не пустышка, вот это я не понимала. Я предлагаю вспомнить одну работу, которую, как я полагаю, вы любите. Я пришла к вам, потому что вы меня измучили. Вы пошли в меня как болезнь. Постоянно ловлю себе на мысли, что думаю о вас. Вы выше моих сил. Лучше прийти и сказать. Сегодня решилась. Я ничего не хочу и не прошу от вас. Вы даже уважать меня не можете. Так не поступают женщины. Мне только нужно было вам сказать, что я вас люблю. Почему вы стали очень серьезной? Вас что-то расстраивает, когда вы смотрите на себя? Почему? Вы себе не нравитесь? Вы же себе нравитесь. Это не имеет значения. А что же, что нравится и не нравится. Это совсем другое. Вы мне скажите, я вам помогу. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне ее жалко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 не Дашу, а себя в этом, в том качестве. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что я была Дашей тогда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, когда смотришь, то вспоминаешь. То есть вам приходилось говорить слова, вы хотите сказать? АПЛОДИСМЕНТЫ Я была Дашей, как выяснилось, потому что за это меня и взяли. Потому что пробы были не очень хорошие, не очень удачные, как мне сказал Ордынский. Но когда я его уверяла, что я не Даша, он мне говорил какие-то мои поступки и говорит, ну вот ты же вот так поступишь, ты же вот это, ну так ты Даша. И он меня убеждал в том, что я Даша, по тем поступкам, которые я совершала и не совершала. Вот. Я пришла такая очень суровая, не хотела работать в кино, я хотела в Рюпинск уехать в театр. Раньше было распределение, и меня вот куда-то типа в Липецке должны были распределить. Но утвердили на Мосфильме. Я пришла абсолютно с ощущением, что я не хочу сниматься. А здесь вообще разврат, и всё такое ужасное. Богема какая-то такая. И что я не хочу, вот ко мне никто не подходит, не приближается, и всё вот там, все в стране. Да, вот. И Ордынский это сразу увидел, и поэтому утвердил. Сказал, что вот это качество Даши. Но это такое, знаете, вот правильно вы сказали про внешность, это такое, знаете, идеалисты, они же жестокие люди. Почему? Жестокие. Вот я была, с одной стороны, жестокая, потому что если мне что-то не нравилось, человек не виноват, он может быть очень хорошим, а вот он мне не нравится. И я просто вот, я не могу не подходить. Ну, по книжкам он живёт, по идеалам. Это жестокие люди. И я когда поняла, то я бросила книжки и пошла к людям. А когда вы это поняли? Вот когда я стала сниматься, и где-то года, это снимали очень долго, пять лет, когда два года примерно снимали эту картину, я вдруг поняла, что я так ничего, как бы, я никого не полюблю, никого не... Из людей, из людей, потому что один, вот как Даша, вот Даша, она там так даже рассуждает, потому что один был, как-то говорил, там, я не знаю, с акцентом, другой был злой. Ну, в каждом какие-то вот, какие-то я находила... Не идеальные были. Не идеальные черты. И поэтому не подходите ко мне, вы плохие. Получается, вас роль спасла от каких-то вещей в жизни? Нет, ну почему? Не роль, нет. Жизнь, 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 жизнь и ордынский, потому что вообще это важно в жизни любого человека, не только актера, встретить вот первые шаги, которые ты совершаешь. Я не знаю, у всех они разные первые шаги, может быть, в школе, может быть, это педагоги, может быть, это ваши друзья. Я в данном случае это первый режиссёр, это личность. Он оказался очень серьёзным человеком, очень интересным, очень настоящим. Он фронтовик, хороший кинорежиссёр. И фронтовики, они такие особые, у них всё очень по-мужски правильно как-то, они такие все вот. Вот. И он личность. И поэтому он меня, с одной стороны, оберегал, с другой стороны, объяснял, с третьей защищал, объяснял, что такое женщина. И вот он мне объяснял какие-то вещи, они, может быть, простые, но когда это вовремя, то это очень здорово для девочки. А вам везли в жизни вообще вот на таких людей? Вот на таких, как Ордынский? Я считаю, что в результате да. Вот мой муж сегодняшний, это был, может быть, один из тех людей, который помог мне. Я уже тогда работала в театре школы современной пьесы и играла на сцене, уже, ну, там, как бы была ведущая актриса, но тем не менее не верила в себя совершенно. И мне казалось, что все лучше, чем я. Мой муж, Сережа Мартынов, пришел после спектакля и говорит, ну что? Я говорю, ну что, ну как, ну никак, что-то вот, он молчал долго-долго, потом говорит, ты лучше всех, ты самая потрясающая. Мало того, что как бы внешне и от тебя идет свет, но ты обладаешь каким-то теплом, каким-то игреешь зал. И он мне дал вот эту веру в себя. Представляете, за сколько лет я играла без этой веры. Поэтому я ему очень благодарна. Он как бы... Когда вы вернулись в театр, ну не получилось в Ленкоме, ну там долгие годы, почему не хлопнули двери? Надо было сказать, это не мой театр, я пойду в другой театр. Да, это было невозможно. Потому что было другое время. Я смотрела на других актеров. Во-первых, меня взяли как бы по любви. Я пришла в Ленком, увидела спектакль «Звезда и смерть Хакина Мурьета», влюбилась вообще во все это. Вот все молодые, красивые, все поют, танцуют. Это было что-то необыкновенное. Это что-то новое. Абдулов, который там просто заполонил эту сцену. И я понимала, что это лучший театр. И Захаров, когда он меня увидел, я ему прочитала там какие-то стихотворения. Он сказал, да, мы вас берем, вот ваши репетки, вы все будете играть в этом театре. Что случилось потом? Как вы себя объясняете? Почему он обещания не сдержал? Дело в том, что сейчас очень много появляется критики. Какой? Вот Таня Догилева написала, почему она ушла из Ленкома. Поэтому мне как-то не хочется ругать никого. А если говорить правду, надо ругать. Потому что не имели права мне не дать хотя бы хоть какую-то роль. Приходили в театр актрисы, о которых вы не знаете и никогда не узнаете, и всем давались главные роли. И только мне она не была дана. И это было очень несправедливо. Теперь я это понимаю. И уйти было нельзя, потому что, во-первых, мы занимались танцами. Я очень люблю танцевать и делаю это хорошо на сцене. Очень люблю танцевать. Просто я имела возможность там танцевать хотя бы. Когда болеть. И я верила. Вы понимаете, актер же не может считать, что за что мне не дают. Вот как это? Всем дают, а тебе не дают. Так можно и до комплекса дожить. Да, до комплекса. Меня, слава богу, не дожила. Я не знаю, кто меня Бог, может быть, спас. Мало того, можно было превратиться вообще в массовку. Знаете, я заметила такой момент. Вы знаете, когда гримируешься, для массовки, на маленькую роль. И красишься, красишься, красишься. Можно бесконечно. И что-то как-то у тебя всё нет и нет, и нет, и нет, и нет, и нет. А вот я заметила, когда главную роль играешь интересную, можно вообще не краситься, а стать как сумасшедше красивой. Потому что ты как-то становишься значимым, глубоким, интересным. И вот это даёт красоту. Поэтому можно было превратиться в массовку. Но у меня, во-первых, у меня было кино. Меня приглашали. Даже западные режиссёры вас почему-то умудрялись найти в седьмой линии кардаболе. Это Бог. Это Бог. Это Бог, да. Он меня приводил западных хороших режиссёров, а они меня приглашали. И они не знали, что я не играю ничего в Ленкоме. Они просто меня видели и говорили, ааа, это она. И я играла. Ирина, прошу меня извините, но... Главные роли получали за них главные прибыли. Это действительно здорово. Но скажите, а Саша мог пойти к Марку Анатольевичу что-то сказать? Или это как-то не принято в этом театре? Не принято, не принято. И у Саши была своя позиция. Он считал, что я человек талантливый. Он говорил, ну не сама, сама. Всё-таки 17 лет ожидания, да, пока вы наконец ушли. У вас осталась обида на театр? Вам хочется туда прийти? Очень большая обида. Хочется туда прийти? Нет, не хочется. Не хочется совершенно... Я вам больше скажу. Я ничему не научилась в этом театре. Ничему. То есть просто потерянные годы получают? Просто потерянные годы. Если бы не было кино замечательного, тогда просто потерянные. Нельзя научиться играя в массовки. Ну что тогда случилось? Почему когда-то вот эта капля последняя капнула, вы собрали все вещи и ушли? Ну мне стали предлагать такие роли, что я вам скажу. Это просто уже было за гранью добра и зла. Я была в расцвете сил. В расцвете всего. Значит, я прихожу в театр, и мне, значит, игрок. Это вот было последнее предложение. И Захаров мне говорит, только не отказывайтесь. Это характерная роль, которую я вам хочу предложить. Я говорю, да я с удовольствием. Я вот рядом в театре сейчас играю характерную роль в школе современной пьесы. Пришел мужчина к женщине. Главную замечательно. Играю в полный зал и кричат «Браво!». Говорю, я не против характерных ролей. Ну это очень характерная роль. И сразу вам скажу, вы от всего отказываетесь. Вас прошу не отказываться. И дают мне, значит, эту роль. Там есть много хороших ролей женских, которые играла Чурикова и Саша Захарова. Инфернальных двух красавиц. А была такая роль, значит, на балу, женщина на балу. Она такая страшная-страшная. Но когда начинается бал, она вдруг превращается в обезьяну. Она горбится, волосы начинают расти, борода. И она начинает ругаться матом. Вот такая роль. Я сначала, я пришла на первую репетицию. И потом вдруг я подумала. Я говорю, Марк Антонович, у вас столько женщин в театре, которые это могут сыграть. С радостью причем. С радостью. А я не хочу это играть. Я совершенно другой человек. Мне даже жалко себя. Мне жалко времени. Потому что я в это время могу где-то репетировать. Я могу сниматься. Что я буду приходить, занимать вот этот вечер. Вот играю вот это что-то. И отравлять себя в очередной раз. Я не хочу это играть. Он сказал, ну, как хотите. Сбруев тоже вот отказывался. Отказывался, да, отказывался. Я говорю, правильно делал? Нет, он говорит, вот сейчас он не отказывается. Вот какие замечательные работы. Замечательные работы он называл «Убить дракона». Вот там играет Сбруева, когда ему вилкой в попу. Там какой-то эпизод. Это Саша Сбруев. Это один из моих любимейших актеров. Он и был, и есть. Как он играл в театре, я пришла в Линком, он играл Хория. Он играл этого учителя. Это просто сумасшедший актер. Замечательный. Он играет вот это вот. И Захаров считает, что это хорошо. Вот такой актер. Я считаю, что это плохо. Давайте о более приятных вещах. Кино было, и кино было много. Один кусочек посмотрим. Любимый народом. Что будет мне по рукой, если я вам доверю эту тайну? Моя любовь к вам! Боже мой. Боже мой. Могу ли я вам доверить судьбу королевы и мою жизнь? Однажды ночью все это уже было в моих руках. Вы должны отправиться к нему. В Лондон. В Лондон. В Лондон. В Лондон. Тише. Боже, тише. Я угодно. Сумеете ли вы? Вы же видите, как я люблю вас. Да, вы говорите. Я честный человек. Надеюсь, что это так. Я храбр. В этом я убедилась. Тогда испытайте меня. Туда и обратно вы должны успеть за 10 дней. О, 10 дней. Это целая вечность, когда ждешь встречи с любимой. Ага. Я буду очень волноваться за вас. Это очень опасно. Вот это полная импровизация. Вот весь фильм был полной импровизацией. Импровизация. То есть на меня не ставили свет, меня не причёсывали, не одевали. Было одно платье вот это. И вот дальше началась импровизация. Вот Миша, которого я тоже бесконечно люблю. То есть Владей Юнгольд Хелькевич. Да, да. Вот дальше как бы пришел Миша и говорит, ну так, где балетмейстер, где надо танцы поставить, это музыкальный номер. Я говорю, мне бы хотелось самой записать эту. Нет, уже все записано. Я говорю, да послушала мне. Ну как бы, ну записали, записали. Ладно. Но где балетмейстер? Балетмейстера нет. Ну давайте что-нибудь сами делайте. Миша сказал всё, что он думает по этому поводу. Но выхода не было, надо было снимать. Хелькевич сказал, камера, давайте, давайте, работайте. И я стала, вот пока снимали, я судорожно вспоминала, вот как это время, что можно было, что такое можно станцевать. А, вот это движение, танцы, поклоны. В общем, всё, что мне приходило в голову, то я и делала. Это была полная импровизация. Получается, всё равно это идеальная роль. Красивая. Получается идеальная, потому что без репетиции. Нет, вы же любите красивых людей. Нет, ну был Миша, был Миша. Да. Миша, Миша это чудо. Вообще эта картина, я считаю, она состоялась только благодаря тому, что там был Миша. Когда такой партнёр у женщины, когда мужчина вот такой, всё само собой получается. Потому что он на тебя смотрит, он улыбается тебе. У меня вообще все замечательные партнёры. У меня партнёры гениальные, все гениальные. У меня был Олег Даль. Там играть не надо. Соломин, Ивсигнеев, Гафт, Филозов. У меня замечательные партнёры, все великие. Поэтому вот они помогали. Как вы почувствовали, что пришла... Саша Абдулов. Да. Что пришла... Потрясающий партнёр. Да? Он потрясающий партнёр. Но как учитель он очень плохой для меня. Жестокий? Нет. Мне кажется, он может быть суровый. Нет. Он другой. Он другой. Он этого не понимал. Все советы, которые он мне давал, они были неверные. Вот был такой спектакль «Карманный театр». Я хочу пояснить зрителям «Карманный театр». Это такая маленькая антреприза, которая выросла из фойе Ленкома. Первая антреприза в Союзе. Первая антреприза. Вот это оно. Потому что мы играли это в Ленкоме, но потом всем надоело это играть. Это был не Захаровский спектакль, и он продержался недолго. И я встала на колени перед Сашей, когда его снимали, и сказала, «Саша, вот сейчас могу заплакать». Это была ваша просьба о строительстве спектакля? Я говорю, «Саша, я живу...» Это была главная роль, и потом она мне так нравилась. Я говорю, «Я живу только в этот день, когда я играю этот спектакль». «Пожалуйста, ну...» Он был любитель широких поступков? Нет, сказал Саша. Нет? Нет. Мы не будем сохранять этот спектакль. И его сняли. Я знаю, что эта тема для вас много лет была сложной, справедливо сложной. Но сейчас уже совсем всё изменилось, да? И после смерти Саша вообще всё как-то изменилось и отошло. Может, иначе оценивается. Может быть, что-то поменялось в ваших оценках? Потому что всё равно эта страница вашей жизни, которая была очень сложная, она, как ни странно, нам всем очень дорога. Понимаете? Потому что Саша очень добрый человек, прежде всего, не говоря уже о его таланте. Вы для себя внутренне вот простили его? Вы отпустили из своей жизни? Я давно уже. Я его и не обижалась. Я поняла, что он такой. За что мне было на него... Нет, он очень... Он такой человек. Ему надо много. Он не может любить одну женщину. Ему надо много. Но он такой. Поэтому он артист. Поэтому он такой артист. Мы с ним очень много работали перед смертью. У нас был очень хороший спектакль, всё проходит. Очень хороший спектакль. Нет, мы как... Мы, правда, так и не поговорили с ним. А должны были? Ну, с ним очень трудно разговаривать. Но вот на спектакле он... Он мне... Он пытался мне отомстить даже на спектакль. Он со мной был очень жесток. Вот всё проходит. Мы играли муж и жену. То есть вы представляете, для всей внешней оболочки и большом количестве работы, вот что-то недосказанное осталось, вы считаете? Осталось. Мы с ним поговорили перед его смертью, когда он... Мы с ним увиделись... Не буду говорить. В больнице вы жили раньше? Раньше, да? Позже. Позже. Нет, он потрясающий человек. Что вы... К нему с этой... Его друзья – несчастнейшие люди. Потому что... А без него уже жить они не смогут. Потому что там, где был он, там был праздник. И он что-то затевал за... Он тащил всех друзей за собой. Например, вот у актёров же они, в общем, часто... Ну, часто и справедливы, они эгоисты. То есть если вот кому-то дали роль, то как-то все сразу как бы, ну... Занавес падает и никого уже не пускают. Вот только вот это моё поле и всё. А Саша, если ему давали роль, он тащил сразу всех туда, своих друзей. Он весь театр тащил. Всех-всех-всех. Все должны быть с ним. Он делился этим. Причём ему было всё равно, что играть. И вот ему всё равно было, что играть. Абсолютно. И я должна была его отпустить, потому что он должен был прожить какую-то ещё жизнь без меня. Потому что, вероятно, я на нём камнем висела. Ему всё время было неудобно. Ир, да и вы должны были прожить жизнь без него. Да, конечно. Чтобы встретить Сергея, чтобы он вам в конце концов сказал те слова, которые он вам говорит. Давайте послушаем мнение одного человека, которого знает много-много лет. Она не хочет быть другой. И может в чём-то даже себе вредит. Она, например, совершенно не хочет играть отрицательные персонажи. Она не хочет играть плохих людей. И это удивительно уже много лет. Даже если очень хорошая роль, но если человек плохой, она не хочет. Она не хочет играть с партнёром, если он некрасивый, необаятельный, если у него обаяние там какое-то отрицательное. Она говорит, понимаешь, вот люди, которые приходят в зал, они хотят видеть меня красивой. И я хочу такой оставаться вот всегда. И надо сказать, что она в этом своём качестве убедительна. Она хочет быть такой, она такой и остаётся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Насколько я понимаю, вы своей совесть в Амурский Галузу мучились вместе, да? Да, мучились вместе. То есть он свидетель вашего пришествия в бантах с куклой. Нет, я играла во всех его отрывках, которые он делал. А, вы его первая актриса, можно считать, да? Да, да. Но вы какой-то карась-идеалист, Ирина Ивановна. Я идеалист. Партнёр должен быть Ален Делон. Да. Пьеса должна быть... Ну вообще, должна быть в красивых экспертах. Нет, но дело в том, что, ну, нет, вы понимаете ведь... Что вы сказали в понятие красота? Ну что значит красота? Понимаете? Ну вы же понимаете, сейчас уже все это всё знают. Но это же не глазки и губки мы с этого начали. Но в искусстве нет категории некрасивого, понимаете? Если есть внутри какой-то поиск, если есть какая-то цель, если есть какая-то идея, если есть что-то внутри, человек становится красивым. А на сцене, тем более на сцене, на сцене вот как бы вот эта красота, глазки и губки, она сохраняется минут пять. Дальше, если только глазки и губки, вы не будете смотреть. И вы скажете, боже, какой некрасивый человек. На сцене надо дальше, дальше, дальше. Поэтому в эту красоту я другое... Но мне дают партнёра, я не хочу называть актёров, ну просто уроды там, я должна любовь играть. Но я не верю, не хочу, не хочу. И он мне не нравится внутри. Он, может быть, и неплохой, но как-то вот мне не нравится всё, как он ведёт себя, как вот он говорит. И мне неинтересно с ним быть вместе. Но эта профессия сложная. Так, конечно, я понимаю, башня Сланова Кости, там, рыцарь блестящий до спехов. Почему я отрицательный ролик тоже... Но, ваше, хотите, вы тоже что-то сказали? Саша играл всё. Может быть, он был прав. Поэтому я и говорю, что мы здесь совсем разные. Я не хочу играть всё. Саша мог играть всё, но не мог играть героев. Он не мог играть героев, он его так и не сыграл. Ему это не дано было. Он играл характерные роли и должен был играть характерные. Ну, у вас же есть примеры, когда вы играете характерную роль. Но я знаю гораздо больше, чем просто характерную роль. И я могу это сделать. Зачем же мне как-то вот чего-то там такое маленькое, когда я могу больше? Жизнь очень короткая, ролей не так много. Ещё одно мнение замечательного актёра, человека и партнёра. Мне особенно дорого, что Ирина Ивановна является трудоголиком. Маршруты её гастролей не имеют границ. Ира, ты откуда? Да с Дальнего Востока. Ира, откуда? Да вчера играли на Камчатке. И если представить себе расстояние, которое преодолевает Ирина Ивановна, это можно, честно говоря, немножко задуматься о тысячах километров, которые она преодолевает. Никогда при этом Ирина Ивановна не ссылается на усталость, на что-то такое, на вялость. Никогда. Она всегда работает на 100% обаятельно, замечательно и талантливо. Я начала программу с того, что произнесла печальный монолог о том, что она скромная, застенчивая, такая красивая. Да? Ну, правда. А теперь? Частично это правда. Но на проверку после долгих разговоров с вашими друзьями выясняется, что Ирина Алферова на самом деле – это тайфун, это смерч, это человек, который может сорваться и улететь в Владивосток. Вот дома вы вот такая? Да я вообще не такая. Я тихая, спокойная. Вы человек, не любящий быт. Вот это, знаете, бочь сварить на три дня – это же не к вам. А кто это любит? Нет, ну как? Нет, ну я это делаю, потому что, а как, ну, мне жалко моих близких. Я всё это делаю, но я делаю быстро, и я не делаю из этого проблемы и трагедии. Я очень удобный в семейной жизни человек, я всегда всё выхватываю. Я не люблю, когда люди делятся, когда начинаются какие-то выяснения по поводу ведра, там, мытья. Да, детей мне жалко, если они, ну, они не будут мыть посуду, им скучно, а мне не скучно. Я в это время что-нибудь репетирую, там. Нет, я в этом смысле, в смысле быта надо просто всё очень быстро делать. Надо всё уметь, чтобы это быстро-быстро-быстро есть. Это семейная у вас или благоприобретённая? В смысле, из вашего детства? Нет, это благоприобретённая. Нет, мама меня тоже не заставляла ничего делать. Она меня, она приходила при этой профессии, она всегда приходила, дом был весь, она всё разрешала в доме делать. Мы играли в доме всем двором. Она приходила и говорила, так, быстро все во двор, я всё уберу. И помочь не разрешала. Я говорю, мама, а может быть, она говорит, ой, ещё наработаешься. И очень меня баловала. А вот интересно, Ксения, Ксения уже актриса. Как вы, насколько вы строгая судья для неё? Насколько вы ей помощник? Я очень строгая судья. Вы строгая? То есть вам лучше не показывать вот так? А надо ли это ей? Я суровая и несправедливая. То есть если я что-то вижу, я просто язык не... Я такие вещи жестокие говорю, ужасно, ничего с собой сделать. Потом каюсь, но если я что-то вижу, я говорю. Я не могу сдержаться. А с близкими надо сдерживаться. Как вы себя чувствуете в роли тёщи? Замечательно. Вы тёща более... Замечательная тёща. Замечательная. Вот тёща замечательная. Скажите, видишь, на тот момент... Я никогда не критикую, вообще не вмешиваю. Мне всё не нравится, предположим, я никогда ничего не скажу. Я только приду и буду помогать. Буду абсолютно такой серой мышью, уборщицей, буду стирать, всё подхватывать, ни во что не вмешиваться. Это меня не касается. Ну скажите, вот Егор Беров, знаменитый актёр. Я фанат Егора. Настал же момент, когда он пришёл с бледными трясущимися руками, с цветочками и говорил, я прошу руки вашей дочери. Было такое? Было. И как? Я очень не хотела. Вы ожидали этого момента? Я ожидала, но только чтобы не артист был. Я не хотела артиста-мужа. А дети, вы же ещё троих воспитали, они все взрослые. Мало кто может представить, что вы можете пойти на такой серьёзный поступок, как воспитать ещё троих детей от сестры и от мужа. Но тогда трагично сложилась ситуация. Вот кому было сложнее, в детям, которые пришли в вашу семью, или вам, которые взяли? И им, и мне. Я, понимаете, я считаю, что жизнь, она вообще вся в проблемах. Поэтому не надо из этого делать ещё большую проблему. Нет, ну это же такая ответственность. Один ребёнок ответственность, три ребёнка ответственности. Это замечательно. Я умею быть ответственной. Я умею быть ответственной. Я умею, когда надо вмешаться, когда надо не вмешаться, подтолкнуть, подсказать. Всегда помогу. Всегда помогу. И материально в том числе. Я всё отдам. Тут же вот у меня сразу мгновенно что, где? А, ну самой нет, но я всё соберу. У меня никогда нет денег из-за этого. Хотя получаю я не так уж мало. Но у меня никогда нет денег, потому что я всегда тут же и все пристраиваю. Тут же. Вообще, надо сказать, когда появились эти вот трое детей, у меня достаточно как-то внутри было пустовато. Я даже вот как-то стала думать, думаю, надо же, как это вот жить для себя. Это очень скучно. Я поняла, что мне не хочется. Вот скучно. То есть для такой активной работе? Да, но всё равно вот как-то думать только вот, вот как сыграть, там какая-то чушь. Это может быть вот с полной отдачей, только если ты ради кого-то живёшь. И вот появились дети. Вот Бог, видно, услышал. И подкинул меня. Хотя я никогда не хотела детей, кстати. Не было у меня такой вот ребёнка, я хочу там. И вот Бог мне подкинул троих. Поэтому... Плюс Ксения, то есть... Да, четвёртая. Четвёрных или четвёртых? Нет, просто... Ну и что? Ну нет, это... Всё не проблема. Всё не проблема. Когда получили всё замечательные люди, закончили институты. В Лондоне живут. Да. Ну, они выбрали так. Замечательно всё делают. Всё у них получается в профессиях. Как они вас называли? Ира. По имени, да? Да. Сначала вот по имени так было, да? Нет, ну просто молодец. Я предлагаю поаплодируйте Ирине, потому что... Мы знаем очень много актрис, которые вообще считают, что семья им будет мешать в жизни, да, и дети. А потом очень страдают. Другой вопрос. Равно нам кажется, что мы растеряем свою профессию. Я знаю очень много пожилых актрис, которые уже просто на закате, на совсем на закате. Как они страдали в одиночестве. Ужас. Ужас. Именно в этой профессии. Именно актрисы. Потому что, представляете, всю жизнь быть среди людей, играть... Это же... Ну ты всё равно играешь, не играешь. Ты всё равно из себя же это всё берёшь. И всё равно это такое вот... Ты не один, ты тысячи, миллионы. И вдруг ты оказываешься совсем... Ты уже никому не нужен. Ещё и близких. Ты не успел ни детей родить, ни близких завести, ни мужа, никого. Это ужасающие судьбы. Напоминаю вам, что все наши программы вы можете смотреть и пересматривать на сайте нашего канала по адресу www.5-tv.ru Я бы хотела задать такой волнующий меня вопрос. Каково, когда вновь и вновь вы выходите в одном каком-то конкретном, да, спектакле на сцену, снова и снова истинно каждый раз переживать, да, снова и снова по-разному как-то не сбиваясь, на какую-то механику, что ли, да, ну, актёрскую такую внешнюю, вот, механические просто уже заполнившиеся какие-то действия. Это очень сложно объяснить, потому что это вы почувствуете просто. Но я играла по 20 лет один спектакль. И мне кажется, я не повторялась. Мне не надоедают мои спектакли. И вот с Сашей Абдуловым, кстати, последний спектакль наш с ним. Всё проходит. И вот мы играли двух... Пьеса начинается, когда я приезжаю домой, не вовремя, он с девочкой у нас в доме. Вот. И я тоже ему изменила, потому что мне надоело быть одной. И весь спектакль мы выясняем отношения. И я играла ради последней сцены вот этот спектакль. Последняя сцена, когда мы там уже и дерёмся, и ругаемся, и выясняем, и обнимаемся, и опять дерёмся, и кричим друг на друга. И в конце, там такой текст был, значит, вот он сидит, я говорю, а кто сказал, что всё проходит? Он говорит, Соломон Давыдович. Я говорю, дурак твой, Соломон Давыдович. Ничего не проходит. Митя, я тебя так люблю. Он говорит, дура ты. Я говорю, сам ты дурак. И вот этот момент, вот я даже как бы сейчас не играла и ничего, ну вот я его пыталась прожить. И вот мне было ради вот этого, вот двух этих фраз, я вот играла этот спектакль, мне было уже неважно, что я делала внутри, как я там кричу, какая я там страшная, не страшная, кричащая, не кричащая. Вот ради того, чтобы вот искренне сказать это. Поэтому в этой профессии есть, конечно, много, но мне кажется, это очень интересно. Спасибо. Какой самый необычный поступок для вас совершал мужчина? Мой муж много-много лет, 10 лет, наверное, я просыпалась. Я люблю, естественно, как многие, наверное, долго не просыпаться чашечкой кофе, сидеть, чтобы к тебе никто не подходил. Я просыпалась, варила кофе, все еще спали. Я находила стихи, посвященные мне в течение. Вот сейчас этого уже нет. Сейчас иногда это бывает, но вот 10 лет я получала такие стихи от него. Вот сейчас бывают просто такие, какие-то с юмором написанные такие строки, которые мне просто помогают там улыбнуться, предположим. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь сожалели о том, что стали артисткой? Никогда. Сначала, когда было полное отчаяние в Линкоме и 10-я линия кардабалета, вроде надо было пожалеть, и мне говорят, ну вот вы не жалеете, не жалеете, журналисты. И я так, ну, я вдруг стала думать на эту тему, и я поняла, что как я могу жалеть о том, о чем я мечтала, я стала актрисой. Не важно какой. Важно, что я свою мечту осуществила. Поэтому как можно жалеть, и я этим делом занимаюсь. Не важно, хорошо там, плохо, но я занимаюсь любимым делом. Поэтому как можно об этом жалеться? Я только всегда хотела быть актрисой. Считаю, что для женщины это потрясающая профессия. Все-таки лучше стоять на сцене, чем у станка. С какой фразой, с каким девизом вы идете по жизни? Что помогает вам? Какие слова вы себе говорите в самые трудные моменты жизни, чтобы встать и сделать все, что... Все пройдет. Все пройдет. Это я всегда и всем говорю. Потому что я часто очень с болью сталкиваюсь у близких, когда... Ну, и у дальних тоже. И вот, ну, так больно, так больно. Я говорю, и это пройдет. Вы просто подумайте, что вот в какой момент это вот, ну, там... И пройдет, и все, и будет очень все хорошо. Вот, поэтому... И это пройдет. Так прав был, Соломон Давыдович? Прав. Прав. Ну, не в смысле любви. Любовь не проходит. А в смысле всех других обстоятельств. А неприятности. А любовь, нет, она не проходит. Как она может пройти, если ты человек? Это в тебе остается. Уже от тебя зависит, как ты это... Или ты это все превратишь вот насчет любви. Или ты очень легко можешь... Вот это все пройдет. То есть взять и все это уничтожить. То есть как-то разругаться, как-то все некрасиво закончить. То есть начинается с любви, заканчивается. Вот этого нельзя допускать. Ни в коем случае. Надо понимать, что... Ну, как-то попытаться понять. Философски к этому подойти. Насколько это возможно. Ну, перебеситься, переплакать. А потом попытаться все-таки как-то простить, понять. И все-таки пользу из этого извлечь. Потому что было же что-то замечательное. И тогда все внутри вот это останется. И этот человек, он останется с тобой. Ну, когда-то, на каком-то этапе. И будьте очень благодарны. То есть... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok